Доброе утро всем! Нет, добрый день, время 10 с копейками. А что, Дарина, так рано? Раздавая урока не было. Сейчас, Дариночка, я к тебе подойду. С утра не снимала. Сегодня опека приехала. Вот, ну, зашли все, посмотрели. Молодцы, прям все внимательно посмотрели, им все понравилось. Вот. Я единственное хотела спросить. У нас в Ладожской, наверное, только мы одни, приемная семья. Потому что мне с утра раз сегодня смс-ка пришла. Тамара Петровна, будьте дома, мы сейчас выезжаем к вам. Я думаю, наверное, к нам. Хотела спросить, забыла. Заволновалась все равно. Но все равно, знаете, все равно волнительно. Вдвоем они были. Покажу наш дом. Я тут, конечно... Пока они мне написали, чтобы выезжать, я чуть-чуть успела прибраться. Ну, у нас единственное, что прибраться. У нас все чисто. Мы вчера все тут попылесосили с Федей. Полы помыли. Единственное, что я немножко разобрала игрушки. Вот так, можно сказать. Ну, тут вот на место вот так все аккуратненько расставила. А так у нас, ну, все чисто. У Дарины так вообще красота. Она всегда все прибирает. У нее все чистенько. Котярыч тут спал еще. Кот им понравился наш. Ну, Даринина комната. Ну, вы знаете, конечно, все комнаты. У детей, правда, я немножко вещи разложила. Поправила. Покрывала по-быстренькому. И на столе немножко прибрала. И то так, знаете, поверхностно. Только чуть-чуть только прибрала. Все. Больше как бы и прибирать-то и нечего. Остальное все как было, так и есть. Кстати, Дарина вчера тоже тут, вы видели, она там полы помыла. Одежда у нас там, правда, сушится вся. Вот. Ну, кухня у нас тоже всегда чистенькая. Посудомойка моя. С утра я ее заправила. Потому что вчера вечером мы не мыли посуду. Не было у нас там. Ну, не полная она была. Ну, и тут, конечно. Сейчас это все просто не влезло уже в посудомойку. Это я сейчас добою все. И достала кефир. Срок годности заканчивается. Что-то вот так по половинке. И не знаю, наверное, что-нибудь сейчас приготовлю. Давным-давно мы не делали просто оладушек. Вот просто оладушки сделаю и все. И Дариночка. Дарина уже пришла. Девчонки поздно придут. В 2 часа. А Дарина уже все. Закончили суроки? Да. А ты в субботу тоже учишься все равно? Да. Ага. А у нас сегодня четверг, завтра пятница. Дарина учится. Тут наш еще один помощник. Вот тут же Софейка все разрисовала нам тут. Эту губку надо меланиновую купить. Но ничего работает потихоньку. Не поела? Кушать будешь? У нас там есть суп, еще даже картошка осталась. Так что что поесть, есть. Чуть попозже придумаю, что готовить. У нас сегодня дождь на улице. Наконец-то дошла я до музыкалки. Написала заявление на Тому и на Сашу. На Тому-то нам что проще будет. Потому что мы ходили как бы платно на развивайку. И там вне конкурса она уж точно попадет. Но директор музыкальной школы говорит заявлений очень много нынче. Но в том и нам повезло. По поводу гитары. Набирают всего два человека. Заявление написали уже пятеро. Мы пятые. И вот она говорит. То, что мы попадем, это вообще навряд ли. Четвертого июня будет прослушивание. Будут смотреть детей, слушать, разговаривать с ними. Вот если Сашу выберут в числе двух, всего два человека набирают. И значит Саша будет ходить. Если нет, то значит нет. Я говорю, ну может быть, ну не гитара. Может быть там какая-то домара. Может быть там балалайка, хоть что-то. Они говорят, ну посмотрим, посмотрим. Таких вот инструментов. Есть баян. Еще там что-то. Если не попадет она на гитару, то попробую. Может быть где-то будет недобор куда-то в другое место. Но если возьмут на гитару из пяти человек одной, тем более, видите, нужно учиться восемь лет, а Саша уже в четвертом классе. И гарантии нет, что она попадет. Понимаете как? Потому что надо с шести с половиной лет уже заявление писать на поступление в школу. Пока как бы ты в общеобразовательном учишься и параллельно учишься в музыкальной школе. Но заявление я все равно написала и на Тому, и на Сашу. И вот 4 июня будет комиссия. Они будут смотреть, слушать и будут принимать решение, кого из детей возьмут в музыкалку. А мы сейчас поедем, куда мы поедем, в центр. Вот, в мою центр. Не знаю зачем. В почту. А, точно, я забыла. Нам надо на почту. Мы с вами спрашивали, что за коробки. Еще раз скажу. Это кондиционер стоит. Сегодня опять буду звонить. Должен был вчера приехать. Звонила, звонила, так и не ответил. А это две полочки. Как она, блин. Балбери заказывала. Вася сегодня на ней соберет. У нас на улице идет дождь. Видите, все сыро, все капает. На улице не поработаешь. Сейчас еще за детьми поедет. Дариночка ходит вся сердитое. Я говорю, что случилось? А что у папки ходит лицо, как ты сказала? Лицо недовольное, я говорю, доча. Если отцы ругаются, матерятся, дети обижаются, что папка ходит лицо недовольное. Ходи как веселый. Папка, ходи веселый. Видишь, дети обижаются. Я буду ходить веселый, что куда-нибудь запрут. А, мам, в туалет хочу. Ну, иди. Иди, сейчас спрашиваем. Вчера суп варила, еще есть. Сегодня еще не готовила. Там оладушки сейчас заведу, Дариночка пожарит. А я... Доча, пусть папка поест. У нас спрашивали, видите как. Суп есть. Даже картошку еще позавчерашнюю нету, я себе разогрела. Вот так вот у нас. Вася говорит, надо было Диме дать. Единственное, Вася сказал, что надо было покрупнее. И крупнее, и желательно не... Не окорок брать, а шею. Угу. Так все вкусно, доедаем уже. Да. Ну, а что делать? Не хочет суп, если хочет. Мясо, мясо хочет. Я не знаю даже, что сегодня готовить. Честно, я еще даже мясо не отставала. Ну, суп там есть еще. Мы посмотрим. Ой, я хочу мясо, да? У меня пешком. А почему папе не позвонили? Дождь же идет. Там маленькие вообще, я когда мы слинишу. О, все равно мокрые какие-то. Нет, потому что я бегала. А, так вот заболеете. Так, Женечка, у тебя сегодня экзамен музыкалки. Так, 14.40. А сейчас сколько времени? Сейчас пойду посмотрю, сколько времени. Вон, смотри, штаны все грязные. У нас сегодня не было технологии. Время через час только пойдешь. Время час. А, технологии не было. Поэтому пораньше... Технологии не было. И казачьего... История культуры Коботковой казачества. Я бы опоздала на целый час. Опоздала бы на целый час. Да, в прошлый раз ты не смогла пойти в четверг, потому что пришла уже... У нас окончилось в 14.50, по-моему. Да, а уроки начинаются в музыкалке 14.40. У нее в пятницу нет занятий. Нет. У нее завтра нет занятий. Сегодня экзамен. Я буду на памятнике в субботу рассказывать. На папе на день рождения. Да подожди, может, тебя еще не выберут. Не, ну не может быть. Ну, может быть. Вот сейчас прям вот так вот стоим. Мы сейчас с тобой запишем и отправим. Девчонки стих учили. И надо отправить. Там голосовать дети будут. Кто будет рассказывать около памятника стих. Записала я уже сегодня, говорила нашим зрителям. Музыкалку. Дети Тома-то 100% возьмут. Санечка, ты под вопросом, доченька. На гитару под вопросом. Но если ты на гитару не попадешь, можно пойти на балалайку. Пианино. На домру. А что такое домру? Еще была скрипка. Но скрипку ты просто не успеешь закончить. Понимаешь как? Надо было раньше, с первого класса. Но мы только переехали. Еще можно баян и аккордеон. И то, не знаю. В общем, под вопросом. Санечка у нас под вопросом. Так, брюки, наверное, в стирку кидайте. Потому что пришли пешком. Мама, вот у меня пока вот так получилось. Вот, умница. Вот так я нос закрасила и вот так подделала. Да, вот такое. Ну все, все. Все, мои девочки. Могли, правда? Через час как раз они еще успеют подсохнуть. И на занятия. Штанишки в стирку, доченьке. Ну, сейчас мы заснимем и отступим. Ты сама сказала, сейчас так прям надо. И у меня уже 50 стих. Ну, тебе повторила стих? Да. Ну все, давай. Сейчас еще повторю. Да, мы просто играем. У нас зрители часто говорят, вы очень мало Сашеньку снимаете. Саша ударилась? Угу. А ты что замерзла? А что вы играете? Бой подушки. Бой подушки. Ничего себе. Ну, как, мам? Мам, это листик. Ну, а потом еще синяков добавите, нет? Нет, это не подушки. Ну, ладно, ладно. Играйте. Женечка экзамены сдает. Мама, ты знаешь, что я могу куда угодно на вот такую, например, высоту ноги класть? Ну-ка, вот на эту. Я смогу зато. О, ну, почти, почти. О, Саша, почти, почти. Ага, шкаф сломаете. Наконец-то я сегодня все потерла. Все их эти, что они тут разрисовали, это не Тома, это Софийка. Софийка все тут вот тоже все-все потерла. Можно еще раз, Санечка, протереть. Ну, все-то ладно. Купили сегодня меланиновые эти и протерла наконец-то. Так, надо Василек снять. Он предназначен для Челябинска. Да, для Челябинска. И Дариночка тут наша золотушка красавица. Я уже говорила, у нас там кефир срок годности закончился. Ну, как я поняла, что можно... Дарина умеет жарить. Правда, она почему-то все время их сжигает, но... Ну, как это, тесто замешивать еще не может. Какой-то ужас. Что там смотришь? Шрик. Господи, потерю. Ну, по крайней мере, жарить она может уже. Смотрю, уже и варенье сразу, да? Да. Я достала крылочки. Нет. На вечер приготовлю картошку. Крылили в духовке. Вот они как раз... Что вчера не достала. Поэтому, Дариночка закончит, и я начну. Как вы уже увидите, сходила я на собрание. Здесь экзамены сдаются немножко по-другому, не так, как в Красноярском крае. Поедут они, или пойдут, не знаю, в 19-ю школу. Там тоже все как положено. Под камерами и все остальное. Но, чем отличается, здесь нужно собрать определенную сумму денег для того, чтобы закупить тетрадки для черновиков. Там в клетку, в линейку, бумагу туалетную, полотенца, эти вот белые вот такие, мыло, чай, конфеты. В общем, список довольно-таки большой. Нужно купить эту вот бумагу, потом файлы там 100 штук, чтобы было. Ну, это, конечно, это все покупают родители, но мы там будем, там, родительский комитет посчитает, сколько это обойдется. Ну, скидывается. Да, потом скинемся. У меня и Алина сдавала, и Настя, мы, по-моему, ни копейки не тратили. Может быть, я не помню этого, хотя вроде недавно сдавали и в 9-м классе, и в 11-м классе. По-моему, мы ни копейки не тратили на экзамены. А здесь вот это все надо купить. Так, ну, это вот по поводу экзаменов. Последний звонок 21-го, это в субботу. И уже буквально там 23-го, да, уже, по-моему, начнутся у нас уже экзамены у Дарины. Все родители и дети против того, чтобы снимать кафе. Никакого такого не будет. Единственное, что дети предлагают поехать в Геленджик. Вот. 16 детей. Нужно еще кому-то из родителей поехать. Там уже думают они, кто там что. Ну, вообще, другие родители предложили, и завтра уже, конечно, с детьми будет разговаривать классный руководитель, чтобы поехать, например, вот тут в Белисскую есть, по-моему, аквапарк. Или в Услабинске есть, там на машинках кататься, есть, там можно шашлыки пожарить, там, ну, так же со взрослыми. Только далеко ехать не надо. В общем, вот. Тут, конечно, есть кафе. Многие тоже обсуждали это кафе. Но решили, что нет в кафе, еще маленькие. И в кафе это тоже пойдется очень дорого. Во-первых, это меню. Во-вторых, это ведущие. Во-вторых, третьих, это музыка. И платье, и обувь, и все такое. И никто, конечно, на это тратиться не хочет. Вот. И дети тоже, я так поняла. Они вообще за Геленджик. Ну, не знаю. Если все-таки дети решат, что они туда едут, значит, поедем. Ну, мы вообще, мы за любой кипиш, кроме голодушки. Я Дарине так и сказала. Хотя Дарина такая пришла, учителем посчитала, во сколько это обойдется. Нанять автобус, заплатить там сафари-парк, там еще что-то. Насчитали, насчитали. Еду с собой взять, в кафе сходить. Десятку насчитали. Дарина приходит, мне такая, мама, может, я не поеду? Я говорю, здрасте, что это ты не поедешь? Все, главное, едут, а она не поедет. Ну, не все у нас сами есть дети, которые вообще не едут. И альбомы даже не заказывали. Ну, потому что они пойдут в десятый. Ну, там есть, которые даже не в десятый идут. А после девятого. Ну, и ладно. А мы... Я говорю, ну, почему мы должны отказываться от всего этого? Дарин. Тем более, после девятого ты уходишь. Не надо ни от чего отказываться. Деньги давай, она считает. Ой, это очень дорого. А мне, ты ничего не считай. Пойдешь... Ну, все равно, тот же Геленджик ездит с детьми. Это же так интересно. Шесть утра выехал. С собой еду взял. Я вообще всегда была за любое такое мероприятие. Ну, родителей много. Кто что обсуждал. Ну, вот, выпускные как... Ну, из этого вот всего, что прийти там в платье и посидеть в кафе, поесть. Тут, ну, в общем, есть куда поехать. Много разных было предположений. Ну, а там уже как решат, конечно, дети. Все, вроде, все вам мы рассказали, как у нас там собрание прошло. Теперь самое главное, как Дарина экзамены сдаст. Вот, я спросила, конечно, как насчет пересдачи. Пересдача будет там же, в девятнадцатой школе. Так же само под камерами. Списать, в общем, не получится. Ни у кого ничего. Ну, она мне такая говорит, классный руководитель. Нет, вы настраиваетесь на то, что вы сдадите все с первого раза. Я говорю, ну, я-то, я-то настроена. А там уж как получится. В общем, вот. Интересно, как вот у нас в остальных регионах так же все закупают. Ну, там и для обработки рук. Ну, много чего там. Список такой прям большой. Каждому линейку надо. Именно прозрачную. Но это на математику. Да. Нет, ну, это каждому там надо. Много-много чего. Такой список большой. Все это все надо купить. Ну, я вот не помню. Не помню, чтобы мы в Тюхтете что-то покупали. Вообще такого не помню. Ну, я, может быть, не знаю. Я не знаю. Может быть, дети сами там как-то скидывались. Мы даже не обсуждали, по-моему, вот этого даже никогда. Ну, ладенько. День у нас продолжается. Уже заканчивается. Ну, почему? Дети там ужинают. Картошка с курицей такая вкусная получилась. Дарина готовила до конца. Я поставила в духовку и ушла. У нас к концу подходит вечер. Кстати, Дарина хотела спросить. Пока, извините, что я тут сразу буду со зрителями. У тебя на завтра есть все? Завтра у вас какая-то линейка? Георгуская дачка. Нет, ну а одежда? Ну, скобрыки есть все. Ну, все тогда все. Так, у девчонок я не знаю, когда там что-то линейка будет. Женечка сегодня... Женя, повернись сюда. Отправили ему стих. Ну, вроде как понравился, да, стих? Да, она сказала, я буду выступать возле повестника. Да, лучше всех рассказала Женя. Не только, я там еще одну девочку расскажу. Саша тоже выучила, но она попозже расскажет. Так, девчонки тут чуть-чуть немножко с правилами сидят. Вот, и сейчас уже пойдут чай пить, и мы тоже уже с вами будем прощаться. Всем пока! Всем пока-пока! Опять они, всем пока-пока! До свидания, вот так говорите, до встречи! До встречи, до встречи! Ну, хорошо. А, смотри! Да, Саша! Что это такое? Ну, из Влада 4, там только говорит... Всем привет, мне из Влада 4! Да, я из Влада 4 говорю, Глент Кобитков! Какие мы одинаковые, он здесь говорит. Угу, понятненько. Пока!